Здравствуйте! В эфире Вести интервью. И сегодня у нас в гостях Александр Юрьевич Сагамонов, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Российской Академии Наук, ну, урбанист. Наверное, так вас тоже можно назвать однозначно. Александр Юрьевич, вы сюда приехали на семинар «Город и его привлекательность». Как вы думаете, каким вообще должен быть современный город? Сейчас мы вступаем в такую эпоху, когда конкуренция осуществляется не между государствами, а между городами. Мы не конкурируем Россия и Китай. Мы конкурируем Шанхай, Москва, Киев, Лос-Анджелес. Это я взял просто большие, такой вот очень высокий уровень. А если опустить чуть его пониже, то самая главная проблема, что делать с городом, у которых меньше миллиона населения. Там, где у вас больше миллиона населения, у вас есть хорошая рабочая сила, у вас есть рабочие места, у вас есть достопримечательности, у вас есть привлекательность с точки зрения досуга. А когда вам меньше, чем миллион, вы должны понять, что вы продаете. Как это понять? Я только что был в Кирове. И хочу вам сказать, что город, который печально знаменит своим посаженным губернатором, организовал и провел четыре тысячи гражданских проектов. Впечатляет. Это не то слово, впечатляет. Ну, у них, правда, за их спиной, в середине, нет, в первой половине XIX века Герцин там жил. Его сослали в ссылку из Москвы, его отправили. Только-только он закончил Московский университет, его выслали в Киров. В Вятку, понятно, по тем временам она называлась Вятка. И это было событие, потому что один человек приехал и все изменил. Значит, вот надо найти такого человека. Среди своих или все-таки приезжих? Среди своих. Можно вырастить таких? Конечно. Сейчас вырастить, пригласить человека невозможно. Все очень такое, очень мобильное, все переезжают туда-сюда. У вас может быть олимпийский чемпион из Чувашии. Вы на нем ничего не сделаете. Да, то есть это же просто... Это просто интересно. Да, и до свидания. Что сделать, чтобы это могло работать? Этот человек должен быть ярким, самобытным и готовым за собой потащить кучу остальных людей. То есть он должен прийти и сказать, давайте попытаемся сделать вот такие-то проекты. Проекты. Вот это должно идти от лидера. Это могут быть гражданские проекты. Но я думаю, что в Чувашии самые интересные проекты. Это проекты, связанные с чувашской идентичностью. Многие города, центры национальных республик делают акцент в том числе и национальную идентичность. Это сейчас модно? Это сейчас нужно? Это интересно? Или сейчас это что-то... А почему нет? Я скажу так, что у Чувашии есть одно очень большое преимущество. У них нету сверхъестественной тюркости, так как это есть в Башкирии, как это есть в Татарстане, как это в Азербайджане. А Чувашии они такие, без этого, они без пан-исламизма. У них нету этих проблем. То есть, в общем-то, будет понятна наша культура, достаточно для обычных россиян. Мы создали научно-экспертный совет, который сейчас существует при Национальной ассоциации объединения всех муниципалитетов Российской Федерации. И я этот совет возглавляю. Нам надо придумать новую повестку дня. Помните, что ваше будущее – это тем, кому сейчас 20-25. Я разговариваю иногда с большими олигархами, которые контролируют наши моногорода. И они мне говорят, но мы все им делаем. А они все равно уезжают. А что должно привлекать их? Значит, они должны понимать, что бизнес – это не то, за что их посадят. Первое. Второе. Они должны придумывать новые стартапы. То есть, я вам искренне хочу сказать, я не знаю, что здесь должно произойти. Но я верю в то, что вы можете стать глобальным городом. Потому что у вас очень космополитический город. У вас нет тяжелого наследия. Вы не моногород. И при этом вы, как, допустим, суждали, условно говоря, не должны держаться за монастырь, за церковь или за что-то еще. Вы можете создавать свое будущее. А они очень зависят от калии истории. Вот эти города. Скажем, Татарстан очень зависит от своей калии истории. Самара очень зависит от калии истории. Ульяновск очень зависит от калии истории. Главное – спокойно смотреть в будущее, создавать условия для ребят, чтобы они могли придумывать самые невероятные… Я не способен им подсказать. Они, это лучше нас с вами знают, что надо делать, да? Мы должны им создать условия для того, чтобы они придумывали для себя деятельность. И в этой деятельности не было никаких условий для их преследования. Вот это самое главное. Ну, вот вы говорите о том, что нужно желательно иметь какого-то там лидера гражданского, да? Которого может что-то создавать. Обязательно. Самое главное – это гражданские инициативы. Самое главное – это гражданские инициативы. Это, смотрите, это все, что связано с поддержкой незащищенных слоев населения. Это очень важно. Потому что будущее начинается с эмпатии. Второе – это все, что связано с новыми типами досуга. Третье – это все, что связано с цифровизацией. Умный город – проект нынешний. Абсолютно. Это значит, что какие-то должны возникать новые идеи, которые должны заражать людей. Самое главное – чтобы люди испытывали, как бы сказать, ажитацию. Чтобы они понимали, что они живут не в провинции, не в дыре, а в абсолютно современном, мало чем отличающемся от Америки, от Китая, от Индии и прочих городов. Мы не должны стремиться быть похожим на Европу, потому что Европа более консервативная. А вот Индия, Китай, Бразилия, частично Африка – это все территории, где создаются новые идеи. Как вы думаете, какие города сейчас зарабатывают на студентах? Студенческие столицы, Оксфорд, не знаю. Конечно, нет. Никакой не Оксфорд, никакой не Кембридж. Уже ближе. Значит, Цейлон, Сингапур, Малайзия. То есть это территории, где создаются образовательные хабы, и они их поддерживают. С дальнейшими возможностями трудоустройства явно. Нет, 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 трудоустройства, потом они уезжают в другие страны. Не надо думать, что нам важно людям дать трудоустройство. Нам важно дать им возможности жизненные. У нас единственный город, который зарабатывает в России, который зарабатывает на студентах – это Томск. Вы не представляете, как они напрягались от того, что к ним приехало такое количество студентов вообще там. А там соотношение такое, если я не ошибаюсь. Там приблизительно около 500 тысяч жителей, из которых 150 тысяч студентов. Вы представляете? Да, пропорции, конечно, очень. Она потрясающая. А как должен относиться человек, ну, как я, например, пожилой, сдержанный, такой бюргер, может быть, даже мещанин в каком-то смысле слова, к студентам. Ходят, непонятно чем занимаются. Непонятно, как одеты, непонятно, что делают. Непонятно, что делают. Между прочим, от них ожидать можно чего угодно. Все время под датой какие-то там, ну и так далее. Значит, до тех пор, пока я не пойму, что моя жизнь зависит от того, какую я им услугу предоставлю, ничего не произойдет. Значит, Томск 10 лет сопротивлялся, а теперь самый развитый рынок недвижимости. Самый развитый. Жить где-то студентам нужно? Конечно, а потому что проезжают со всей Сибири, и все снимают квартиры. Кто-то кому-то, если у родителей там больше денег, так они им покупают еще. Это суперактивная жизнь. Надо найти в городе конкурентные преимущества. Они могут быть связаны с новыми образовательными практиками. Они могут быть связаны с новыми досуговыми преимуществами. Они могут быть связаны с тем, что здесь создаются новые практики городской жизни. А потом приедут сюда и будут учиться. Вот это надо сделать, это надо придумать. У вас самая красивая набережная на этой, как сказать, на Волге. На Волге, да. Ну, говорят, красивая, действительно. Да ничего красивее, чем у вас нет. Вы смотрели, да? Вы побывали уже. Я сто раз здесь был. Ага. Это самая лучшая набережная. С вами может конкурировать только Самара. Но у Самары есть один маленький минус. Она дорогой город. Ну да. А вы можете быть красивым и недорогим. Один из самых выдающихся сингапурских таких вот мыслителей, его зовут Парк Ханом. Он сказал, география ноль. Никакого значения не имеет. Коннектография. То есть как что соединено. Потому что люди, для людей важно, как они перемещаются. Удобно это. И в этом смысле мы безумно отстаем. Но только не от Европы. Мы отстаем от Китая. От Индии. Ну, особенно от Китая. Ну, как вот, если из одного города в другой проведена железная дорога, которая едет со скоростью 2000 км в час, мы в каменном веке на их фоне. Ну, кстати, вот что вы думаете о проекте Москва-Казань? Почему его отверг Владимир Владимирович, не могу сказать. Думаю, что это решение было принято по причине просто нехватки средств. Потому что это не пятикопеечное дело. Стоимость такого проведения – это несколько миллиардов. Потому что возлагали надежду, в общем-то, Чебоксара на это ВСМ. А все мечтали об этом. Между Нижним Новгородом и Москвой создан первый в России частный город. Частный город может существовать только если у него хорошая коммуникация. А иначе что привлекательного в тебе? Только хорошая коммуникация. Если ты утром встал и сел на поезд и примчался в Москву за 40 минут. Вот это хорошее решение. Если ты должен ехать 5-6 часов, никакого преимущества у этого города нет. Они, конечно, рассчитывали на эту дорогу. Но ничего не получилось. Что же нам делать теперь, Чебоксарам? Пять вещей. Первое. В пять раз больше самолетов, а не то, что сейчас летает. Ну да. Забитый был самолет, на котором я сегодня летел. Многие, да, говорят об этом. Это означает, что желающих летать и умеющих летать, их много. Надо увеличивать. Второе. Надо срочно вкладывать деньги в речной туризм. А не закрывать подъезды к речку. Не закрывать, а вкладывать деньги. Пока у вас это не отобрало... Соседний город какой-нибудь, по-волжски. Нижний Новгород отберет, не морнув глазом у вас. Надо пока не поздно создавать здесь центр, чтобы, ну, грубо говоря, чтобы сюда люди приезжали на поезде и дальше катались по речке. Я уверен на сто процентов, что это будет очень востребованная туристическая услуга. Третье. Надо что-то делать с высшим образованием. У вас здесь, слава богу, интеллигенции вот так вот. Конечно, не так, как в Казани. Но все-таки вот так. Значит, преимущество должно заключаться в одной вещи. В Казани они все работают по, как сказать, по приказу сверху. Надо дать свободу. Свободу образовательному бизнесу. Четвертое. Я хочу вам сказать такую вещь. Ваши куча маленьких двадцатитысячных городков, абсолютно нераскрученных. Вот спросите в Москве или там в Санкт-Петербурге, или там где-то еще, как называются эти ваши маленькие городки. Они ничего не знают. А те за сто лет не поменялись. Там можно продать аутентичность. Да, но нужна ли сейчас аутентичность, если ее, в принципе, можно увидеть? Конечно, нужна. Я долго думал, почему люди платят бешеные деньги и покупают недвижимость в Суздале. Они покупают не потому, что в Кремль, или там в Спас-Ефимовский монастырь, или же там Покровский монастырь. Нет, не это их волнует. То, что атмосфера города застывший девятнадцатый век. Вот что-то такое надо сделать. Значит, о чем я говорю? Это не Чебоксары. Это малые города. Это малые города. Вы должны научиться с ними вступить в партнерские отношения, для того, чтобы они должны понимать, что вы в них инвестируете что-то инфраструктурное, но они вам оплачивают тем, что они включаются в какую-то систему. И вот эту систему – это самое дорогое, что сейчас есть. Потому что все знают Ростов-Великий, Переслав-Залезский, Суздаль. А таких городов, как этих, их сотни. Но никто про них ничего не знает. Вот раскрутить эти города и сделать их рентабельными – это значит сделать рентабельным Чебоксары, потому что все поедут через Чебоксары. Тем более у нас все… Республика небольшая. По-другому невозможно к ним приехать, кроме как через вас, невозможно. Можно, в общем-то, жить в Чебоксарах в отпуске и посещать разные города. И возвращаться вечером обратно. Чувашей гораздо больше живет за пределами республики, чем внутри нее. Что это означает? Это означает, что 120 тысяч Чувашей, которые проживают в Ульяновской области или где-то там еще, они могут думать о том, что им очень важно сохранить свою идентичность. А ваши маленькие города – русские! Да. И это надо продавать. В общем, я хочу закончить свою речь одной очень важной фразой. Надо думать и учиться продавать. Продавать что? Продавать образовательные услуги, продавать инфраструктурные услуги, продавать речку. Есть такое понятие – дестинация. Вот пока я не вижу здесь у вас серьезной дестинации. Дестинация – это пункт назначения. Вот я хочу туда приехать. Да? В Париж. Или в Рим. Как говорят ученые, все туристы мира приезжают в Рим абсолютно точно, зная, что они хотят там увидеть. Надо сделать здесь Чувашскую дестинацию. Это самая главная тема. Спасибо большое, Александр Юрьевич. Сегодня у нас в гостях был Александр Сагамонов, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Российской Академии Наук, «Урбанист». До встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин